Это жёлудь. Жёлудь, который можно использовать в качестве карандашницы, подставки под яйцо, подсвечника, горшочка для мёда. Ну, и, конечно, его можно сделать лепным способом, а мы сегодня сделаем его на гончарном круге за один проход. С вами сегодня я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. Здравствуйте! Да, друзья, это жёлудь. Жёлудь с крышечкой. Это шкатулочка или горшочек для мёда или карандашницы. Используйте, как хотите. Это лепной жёлудь. Но на самом деле его можно выкрутить тоже на гончарном круге. Да-да. И для этого я беру комочек. Комочек вот примерно такого размера. И сразу кручу его с крышкой. Ну, для этого комочек нужно прилепить. Леплю, конечно же, я, как всегда, на нанослой воды. Прижимаю, делаю юбочку. Если вот такое движение у вас не получается, можно просто использовать вот так, пальцем, чтобы глина съезжала. Особенно прилеплять тщательно нужно глину, которой меньше песка и иностранную глину. И запускайте гончарный круг. И крутите весь жёлудь от начала до конца вместе с крышкой. Вот так. В первую очередь я ставлю комочек на центр. Аккуратненько поддерживайте влажность. Не давайте вот этой каёмочке расти, иначе можно замять туда воздух. Ну, а теперь можно уже начать делать отверстия. Следите за уровнем влажности. Аккуратненько вынимайте глину. Ну и, естественно, нужно мочить ровно столько, чтобы вам дойти до донышка. Донышко не прорезайте, а расширяйте его аккуратненько. Ну, здесь нужно почувствовать только вот на практике, на опыте руками. Вот я ещё уплотняю донышко. Ну, а теперь можно заняться стеночкой. Стеночку я вывожу в несколько проходов. Вот первый раз. Вообще можно до шести, до десяти раз проходить. Каждый раз мы утончаем стеночку, отжимаем глину снаружи и внутри. Деваться ей некуда. Ну, соответственно, изделие начинает расти. Вниз-то глину пойти не может. И вот таким образом мы можем делать очень многие липные вещи на гончарном круге. А потом их сминать, моделировать. Ну, то есть, делать их треугольными, квадратными. Вот, теперь я немножко раздую стеночку, а здесь начну сжимать. И вообще, это же форма жёлуди. Перед тем, как я закрою его, надо убрать лишнюю влагу. Влагу убираю губкой. И здесь губку надо очень сильно держать. Иначе её может сбить глина и начать крутить там внутри. Ну, тогда уж только остановить круг и потихонечку её взять. И теперь начинаю сжимать. Вот туда уминаю глину. Жёлтый у нас закрытая форма. Аккуратненько вот туда её направляю. Можно вот, кстати, двумя руками, четырьмя пальцами потихонечку изменять диаметр. Утончать, уменьшать. Но всё время следите за влажностью. Вот здесь вот всегда должна быть влага. Очень это важно. Иначе можно сорвать просто с круга. Ну, или стенка у вас, кусок стенки останется в руке. Вот потихонечку я её туда уминаю. Делать это именно потихонечку нужно, иначе просто она сможет сгофрироваться. И вот потихонечку-потихонечку почти закрыл. Но пока не закрывайте здесь. Видите, дырочка маленькая есть. Я сформирую тело жёлуди. Потому что если я закрою, если у меня дырочки не будет сверху, то тогда там будет избыточное давление. Ну, избыточное давление ни к чему хорошему не приведёт. Оно надорвёт глину, и у вас жёлудь просто лопнет. Вот у меня такой пузатый будет жёлудь. И сверху, конечно, вот такая вот крышка. Крышка пузатого жёлуди. Ну, и я думаю, что я сразу сделаю хваток на жёлуди, чтобы не прилеплять. Один прилеплю только ножку, плодоножку у него прилеплю. Вот, сформировал бочок, и теперь начинаю закрывать. И медленно-медленно-медленно закрываю. Вот здесь пальчиком. Также продолжаю стягивать эту глину на центр. Важно, чтобы у вас был резерв высоты небольшой. Вот, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Здесь тоже надо чувствовать глину. Это не с первого раза. Начинайте с небольших пробочек. Вот уже у нас ножка появилась одна. Вот она уже достаточно длинненькая. Ну, а вторую я сюда приклею. Давайте ещё последний разочек. Вот так. Ну, и хватит. Теперь карточкой уберу шликер, то есть жидкую глину снаружи. И подрежу глину снизу. Округлая, вот такой желудёвый бочоночек. Вот, замечательный такой пузико у него. Вот она, жидкая глина. Её убирайте. Она может перемочить изделие. Вот аккуратненько я и сверху уберу глинку. Ну, и практически всё, пожалуй. Осталось мне убрать воду лишнюю снаружи. И я подсушу изделие. Перед тем, как я приступлю к сушке, я возьму маленькую зубочистку и сделаю дырочку. Вот где-нибудь, например, вот здесь, в крышке. Вот так вот вкручиваете. Эта дырочка важна для того, чтобы у нас сушка тоже прошла хорошо. Дело в том, что изделие будет съёживаться, уменьшаться в размере. Влага выходит в размер, изделие уменьшается. Соответственно, если дырочки не будет, воздух, ему будет некуда уходить. И он надорвёт изделие. Очень часто были такие случаи у меня. Сушу, сушу дырочку. Забыл сделать, или она залепилась, и всё. Ну, а эту дырочку можно потом будет заклеить. Потому что я сушу до кожи твёрдого состояния. Не до сухого. На маленькую скорость можно включить. Даже не можно, а нужно. И вот потихонечку видно, что сначала исчезает блик. Это с поверхности водичка. Но потом надо досушить её до состояния, когда уже вы сможете брать в ручки изделие. И у вас палец не будет оставлять след. То есть, глина не будет пачкать палец. Вот, да, примерно до такого состояния. В принципе, сушить можно и феном строительным, и даже феном для волос. Вот сейчас мы сушим строительной горелкой. Напишите, кстати, в комментариях, хотите ли вы я сделаю тогда сюжет отличия фена строительного от горелки. Или просто сделаю обзор разных горелок. Потому что горелки, бывает, тоже оказываются разные. Напишите об этом в комментарии. Ну, а пока суть до дела. Вот уже глина не оставляет у меня на пальце никаких следов. Значит, всё очень хорошо. Выключу пока горелку. Ну, и прямо во время кручения можно подрезать уголком карточки нашу шляпочку. Как это делается? Уголок карточки можно помочить в водичке. И этим уголком на такой вот средней скорости начать внедряться туда. Внутрь стаканчика. Ну, и вот, что мы увидели. Мы срезали. А теперь осталось чуть-чуть всё это пригладить. Ну, пойдёмте это сделаем за столом. Оп. Ну, а за столом нам потребуется кисточка для того, чтобы намазывать шликер. Шликер – это мокрая глина. Она у нас будет являться клеем. Это у нас резак для засечек, зубочисточка, комочек глины и печенье. Не поверите, зачем нужно печенье? Напишите в комментариях. Пока мы с вами будем делать всё остальное. Значит, вот ёмкость появилась у нас с крышкой. И крышка у нас будет, конечно, соскакивать. Чтобы этого не происходило, нам нужно умять вот здесь вот внутрь вот всё вот это вот хозяйство. Диаметр уменьшить. мы уменьшаем диаметр. Глина, кстати, вот хорошо вот она у меня под руками во-первых, убирается, а во-вторых, можно её вот такими движениями, дайте на центр поставлю, вот так. Она очень хорошо идёт на сход, как это ни странно. то есть, можно вот прямо такими движениями её вмять внутрь, уменьшив диаметр. Ну, и внутри, конечно, диаметр должен быть без лохмотьев всяких. Это уже, конечно, можно на этапе замытия делать, но сейчас тоже это всё не помешает, чтобы подготовить к этапу замытия, потому что на каждом следующем этапе мы должны делать заготовку с предыдущего, чтобы каждый следующий этап прошёл хорошо. Посмотрите, кстати, видео про стадии производства керамики. Вот так. Ну, вот уже лучше, уже лучше. Но теперь мы здесь то же самое сотворим с внутренним диаметром. Мы его чуть-чуть расширим. И тогда у нас крышка жёлудя очень хорошо сядет на нижнюю часть жёлудя. Я помню, в детстве мне нравилось книжку читать про выживание в дикой природе. И там была глава про то, как из жёлудей варить кофе. Может быть, как-нибудь однажды сварим? У нас всё-таки глиняно-гончарная и кулинарная тематика. Ну, вот так вот я буквально на ваших глазах расширил всё. Ну, и давайте посмотрим. О! Ну, ещё одна немаловажная вещь. Вот этот диаметр я опускаю вниз. Ну, если, конечно, представить, что крышка у нас лежит сверху на баночке, то я его наоборот поднимаю. Вот так. И теперь крышка уже очень хорошо сидит. Её сложно свалить. Ну, конечно, надо постараться. Это не супер крышка, которая должна сидеть. Это просто крышка, которая должна закрывать. Вот. Но, тем не менее, хорошо сидит. Вот даже если её под углом так вот поставить. Ну, о других типах крышек смотрите наши сюжеты. Мы делали городскую крышку, по-моему, деревенскую делали, хватки для разных крышек. а вот этот хваток, это же хваток самый настоящий, нам нужно загнуть. Вот так мы его загнём. А вот сюда мы приделаем из дополнительного комочка. Ну, кстати, может быть, даже и не нужен. Вот мы склеим из того, что у нас есть. Вот такой второй хвоточек. Ну, и перед тем, как его приклеить мы его должны отрезать либо ножиком, либо сформировать рукой ровно под тем углом, под которым мы будем приклеивать. Давайте я его чуть-чуть вот так скруглю. Все это формуется вручную и, в принципе, ручная вещь на вот такой вот выкрученной посуде она очень смотрится неплохо. Ну, и здесь вот уже видите произошел оттиск того места, где, собственно, надо делать засечки. Хваток это вещь силовая, поэтому лучше, конечно, шликером вот он как раз нам пригодился. Нам как раз надо посадить хваток на шликер. Можно было бы просто помочить, но эта вещь силовая. И вот мы взяли и сформовали вот такой хваток. Ну, и последняя, наверное, стадия, что здесь нужно сделать. Взять зубочистку, убрать внутренние углы, острые углы, то есть их чуть-чуть скруглить, чтобы это было однородно и при этом вот в этих местах не пошла трещина. Можно и пальчиком помочь, а вот здесь зубочисткой там пальчик не пролезет, потому что если вдруг у вас будет острый угол, глина уменьшается, усадка делает свое дело, ну и в этих местах, конечно же, она попробует лопнуть, надорвать глину. Ну, вот уже два хвоточка таких замечательных у нас ножки, плодоножка у нас такая. Один, кстати, может быть меньше другого. Как-то вот его можем срезать вот так под прямым углом. Вот так. Ну, а теперь давайте я их разлиную вот таким образом. Пусть будет похож более натуралистично на плодоножку. Вот такой рельеф зубочистки. Ну, а вот эти шурушки не убирайте, они сами отскочат. Потом, когда после обжига вы рукой проведете, они все подскакивают. Вот сейчас их не надо оттуда убирать. Наоборот, можете смазать, если вдруг рукой проведете. Ну, и, конечно, друзья, зачем нам нужно печенье? Печенье овсяное. Да еще с шоколадом. Ну, конечно, чтобы есть. Но, на самом деле, у него есть природная фрактальная структура. Структура фрактальных вот таких замечательных прорезей, я бы сказал. Ну, или, как их лучше сказать, заминов, растрескиваний. Вот чего. И, конечно, их хорошо использовать для того, чтобы сделать оттиск такой же природной фактуры. Делать его лучше хаотично. Все-таки это уникальный оттиск, природный. Ну, и, конечно, он неповторим. Ну, а поскольку неповторим, в магазине вы такой не купите. Я имею ввиду, если вы купите пластиковый какой-нибудь штамп, специально для керамистов, он будет стоить очень дорого. Ну, а печенье, конечно же, надо съесть, потому что глину добавляют морякам в компот, в Австралии делают пудинги из глины, во Франции поливают глину в салаты в элитных ресторанах. Ну, и основа смекты, если знаете такой препарат от боли в животе, это белая глина. Ну, вот, дырочку можно взять и убрать. Вот так. С обратной стороны я ее уже затер. О, красота! Торец можно вот таким хитрым образом тоже заштамповать ну, по-моему, очень даже прилично и похоже на желудь. Друзья, напишите в комментариях похоже ли. Поддерживайте нас, если вам понравился желудь, лепите сказочной волшебной глины и используйте гончарный круг в качестве метода создания в том числе лепных изделий. Ну, а с вами был я, Илья Калашников на волшебстве керамики. До скорых встреч! вечера и Pilate нет тьма и же м сил перевернём весь мир и слава 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 Редактор субтитров А.Семкин